Народ, всем привет! Мы снова с вами, мы снова в Эмиратах, мы снова в Дубае. Как раз проехались на метро, показали вам видео, смотрите, обязательно в описании оставлю ссылочку. Наташа с зонтиком, потому что дико жарко, я закрылась банданой, сейчас где-то до 50, ну чувствуется точно как 50. И сегодня у нас такой просто обзор, такой обзор. Ладно, не буду вас томить, Наташа убери зонтик, что у нас там сзади находится. Смотрите, арка. Называется Дубаи Фрейм. Арка, расскажу вам немного о ней быстро, чем она знаменита. Она делит Дубай на старый и новый город, на современный Дубай с небоскребами и на старый Дубай с его маленькими уютными домишками. Так что это все круто, сейчас мы, мы уже купили билеты, сейчас мы просто пройдемся, взберемся на Арочку и пройдемся там по стеклянному полу. Так что оставайтесь с нами и мы идем вперед. Идем, вот зонтик Наташу сдувает. А я иду направо куда-то. Ну все, пойдем по тенешку, потому что жарко дико. А смотри, кто новый дом построили вообще. Да вообще смотрите, этого ничего не было вот это вот. Ничего, и там понастраивали, и там. Это здорово, когда строят просто, Дубай интересно строят, кажется, дом это шедевр. Ничего не мог сказать. Дом это просто шедевр. Мы вам и показывали, и покажем, и будем еще показывать. Не только в Дубай, конечно, но большинство классных красивых небоскребов как раз в Дубай. Но не так зелено. Это целый дом. Так зелено то, что мы видим, это хорошие зеленые пальмы, зеленая трава. Как они это сдержат в конце лета, в начале осени, при пустыне, в такой зелени. Мой совет вам, если... Хотя можете заплатить за такси. Но мы же такие все-таки резиденты, как-то знаем Эмираты. Мы проехались до станции... Наташа, какая станция называется? Смотрите, сейчас я вам напишу здесь. Джахилия? Не Джахилия, Джахилия это форт. В Ляйне. А как же? Джахилия. Ну короче, вот я вам... Дель Джахли, по-моему. Я вам написала в субтитрах. Вот для этой станции доезжайте, выходите и смотрите, где Арочка. И обходите ее по парку справа. Вот. Ну уже все. Уже встретимся возле Арочки. Лайчочек. Народ, не отошли мы. Далеко. Вот здание. Это комплексный центр Эльвасу. Что это комплексный центр? А что это? Живой центр, простите, Эльвасу. Кстати, есть такая футбольная команда. Многие мои девчонки за нее болеют. И вот такие здесь чудесные фонтанчики. Не дубайские пока, но малые дубайские, скажем так. Вот. Наташа с гонтиком пошла потрогать их водичку. Так что очень прикольно. Интересно посмотреть в интернете, сколько там стоит квадратный метр либо квартирка. Ладно, мы продолжаем направляться к Золотой Арке Дубаи. Народ, смотрите, вот уже почти подходим к Золотой Арке. И она действительно блестит золотом. Но обратите внимание на этих котов. Это просто милота какая-то. Просто отдыхают котики. Валяются, отдыхают в теньке. Ну, один вообще лежит просто в позе. Я не знаю, какой класс. Ну, мы продолжаем свой путь. Уже очень-очень жарко. Но мы идем на Золотую Арку Дубаи. Народ, ну вот за 15 минут мы уже дошли к Арке Дубаи. Знаменитый свет автобус F09, да? F09, и вот им вы тоже от метро можете доехать, но мы не видели остановки. Сейчас перевожу. Вот надпись. Золотая Арка Дубаи. Дубай Фрейм, Дубай Арка. Смотрите. Наташа говорит, что 24-каратное золото здесь. Ну, так пишут, по крайней мере. Но так она отблескивает симпатично, я вам скажу. Вон кассы, вон вход. У нас есть билеты. Идем уже. У нас есть билеты, мы купили их на сайте Клок. И если, в принципе, года три назад мы платили 50 дирхам за одного за вход, то сейчас вход где-то 79. Да ты что? Мы видели, да, на том же группоне, на котором мы дешево купили билет в зоопарк. То есть сейчас мы купили на сайте Клок со скидкой. Мы там просто давно покупаем, я рекомендую вам этот сайт. И 88 дирхам за двоих, то есть 44 дирхам, один билет. Нормально. Сейчас пойдем, посмотрим. Все, вперед. Я буду предъявлять. Все-таки надо что-то здесь придержить. Не знаю, сейчас я спрашиваю. А, спросим. Народ, ну что, в самой кассе так и осталось 50 дирхам. Не знаю, почему некоторые продают за 79. То есть один взрослый, да, один взрослый 50 дирхам. Вот. Мы купили за 88, сэкономили 12 дирхам. В принципе, ну это так, на 4 проезда, между прочим. На проезд метро потратили 3 дирхама. Так, перевожу. Не на нас, а на прекрасное здание. Все, идем вперед. Сейчас вам будем показывать. Охраннику я просто показала билет. Хорошо, что я загрузила его в PDF. Почему-то вроде он не открывался, должен быть интернет. Я же была уверена, когда ты загрузишь, когда ты загрузишь, что он будет у тебя в этом. Я такая думаю, это капец. А интернета здесь нет у охранника. Ну охранник сказал, один, два. Но охранник, а не охранник так посмотрел. Там билет такой вот, маленький такой. А кот же он не просканирует глазом. Мало ли что я там показала. Ну да, логично. Тем более ему плохо от жары, поэтому все правильно. Ой, тут скажу вам, прям такие деревья, вот такая тень. Вы даже видите, что тень, деревья просто класс. Так что... Ой, как слепит. Боже. Слушайте, мы сейчас просто переведем камеру. Ох! Нам просто... Это, наверное, реально зовут. Оно просто ослепляет мирот. Ну, судите сами. Красиво. Подожди, стой. По-моему, слепит в камеру. Я не знаю, как получится. Смотрите просто. Буду вам показывать здание. А вот там вот стеклянный пол. Там мы с вами прогуляемся сейчас. Ну все, идем. А кто здесь пишет? Ага, 47 дней до открытия экспо 2020. Да, его уже очень ждут. Оно будет в октябре, да? 16 часов 36 минут, 42 секунды. О, сейчас пойдем. Кстати, вот это вот мы, я помню, фотографировались и трогали, но Наташа думает, что, конечно, внизу, может, и не золото. Иначе уже, наверное, люди бы немножко посошкребали себе. Туристы, особенно. Туристы, пишите, любите всякие камешки собирать или что-нибудь из мумии отколупывать. Не, ну я просто спрашиваю, интересно же. Алюмию нужно трогать разы? Ну нет, конечно. Но наши туристы, они, да, могут. Да, конечно, они все закрыты. Ох, какая она большая. Ну вот такое вот золото, посмотрите. Золото, золото, золото. Нужно уточнить. Нужно уточнить, но думаю, что да. Ох, и вот здесь она открывается. Вот красиво, как слышат свет. Все просто увеличу, так чтобы было видно, вот эти вот такие прозрачные прямоугольнички длинные. Это и стеклянный пол. Так, я постою. Да, потому что жарко сильно. Ох. Наташа жарко, смотрите. Наташа Бэтмен сегодня. Я Бэтмен. Идем возле водички постоим. Мне кажется, там будет... Ветер такого не будет. А, не будет такого ветра, да? Ну, не так. Вот, красота какая. Народ, просто мы наслаждаемся. Это просто очень красиво. Ну, весь Дубай, конечно, сказочный город. Ну, и арка. Мне вам так скажут. Каждый раз мы приезжаем, Дубай что-то придумывает. То арку придумала. Нас не было пару месяцев. Ну, мы же из Ильяна выезжали в Дубай, когда были длинные выходные или каникулы. Ты что-то еще придумаешь? Сейчас какой-то вид есть на Марине, да? Не только Бурж-Халиф. То есть каждый раз. Ну, весь такого. А, да, да. На Марине придумали. За это время, когда вот эта вот ситуация происходит в мире. То есть каждый раз в Дубай придумают. То есть Дубай вас никогда не разочарует. Вы можете возвращаться сюда каждый год. Каждый год Дубай вам что-то придумает. Да, что-то новенькое будет. А, знаете, сейчас воду у нас нет, берут. Помнишь, там проверяют, по-моему, даже так, как... Ну, сейчас узнаем. Но если проверяют, значит, отдадим воду и... Ой, я не хочу. А, по-моему, там это не величейки. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Народ, вот вход. И знаете, здесь есть security. Я камеру выключу. И вот, а, да, здесь есть. Мы уже видим. Камеру выключу, поэтому... В общем, когда пройдем, расскажу, как мы прошли. Народ, пока не зашли, обращаем ваше внимание. Вот леди вход, только женщины входят. А вон мэн вход, только мужчины входят. Видимо, обыскивают. Да, и женщина с мужчиной вошли, и все равно это... Да. Сказали, это ты туда, ты сюда. В общем, идем. Все, народ, мы прошли, мы внутри. Проходишь, просто показываешь билет, проходишь через стойку, она что-то пикает, не знаю. У меня пикало, наверное, уж не я кучу телефонов. Ну и все. Вот и попадаем сюда. Вот. Красиво как. Что это такое? Это музей. Мы можем пойти посмотреть. Отец Дубая. Давай, давай зайдем посмотрим. Это Шашид. Бин Макду. Это отец... Отец Мохаммада. Да, идем. Ух ты. Ой, помните Эль Хосен здание? Ой, как это. Такого не было, ребята. Шикарно. Что же они сделали такой интерактивный, да? Что это такое? Свайп Юх Нэн. Что? Что надо делать? Не знаю, Наташа пытается рукой там... Могнуть что-то. Лэр, корай. И что? Ну, по-моему, ничего не получается пока, но все равно интересно. О, что это делается? Наверное, заново начинается какое-то видео. Ну, я посвайпаю. Непонятно, но ползает, уполз этот Скорпиончик. Не знаю. Наташа. О, Наташа все-таки. О, как он красиво провел. Опа, еще раз. Еще раз. Спасибо. Каминчики. Да, и все, бейтс. А что такое бейтс? Какой интересный музей. Народ, кто не любит музей, не переключайтесь. Мы покажем арку. Это будет круто, интересно. Но это, действительно, древний быт. Это древний быт. Боже, как красиво. Ну, сейчас я просто здесь, вот в этом. Точно напоминает замок Эль Хосен. Оба видео про замок Эль Хосен оставлю в описании. Пожалуйста, посмотрите. Тоже интересно. О, это как древние дубайские эти. Дворики. Посмотри. И снова таки я, я говорила, говорила вам, что Дубай умеет удивлять. Этого не было. Была только арка. Этого не было. Шикарно сделали, удивили. И это все показало, да? Здесь перечеркнув фотоаппарат, а у меня же камера. Ну, конечно. Я не фотографирую, я снимаю. Ну, нам, по крайней мере, никто не чувствовал. Ну, скажут, мы выключим. Очень классно сделано, просто. А вот девочки учатся. Кстати, прически напоминают и тех девчонок, которых я учу. Это не изменилось, я думаю. Класс. Красивые волосы. Вообще, такие древние улочки Дубаи, которые напоминают Дейру. Ребята, попадем в Дейру, обязательно вам покажем, расскажем. Ну, тоже девочка идет, снимает. Сейчас, подожди. Ну, это точно рынок и продавец. Что, копеек? Где вам, смотри, рассказывают, что продают? Всякие, это... Здравствуйте, мужчина. Металлические изделия. Изделия из метана. Нам, пожалуйста, парочку кофе вкусного. Ой, с удовольствием бы взяли. Да, я уже показала. Не, ну, делают, конечно, круто. Это история Дубая, друзья мои. История Дубая, а вот аэропорт. Какой же он маленький. А сейчас это просто огромный аэропорт Дубая. И тоже видео про него оставлю в описании. А вот стены были сейчас туда. Оттуда отойдут местные. Вот надпись на стене, я помню, надпись была. Это изречение его святейшества, шейха Мохаммада. Сейчас на арабском, а на английском я переведу. Но очень красиво сделано, конечно. Вот, competition always make you strong. Соревнования всегда делают вас сильнее и лучше. Все там про слабость было. Ну ладно, мы не будем. О, это все шейхи. Смотри, шейхи. Красиво. А, это мы, наверное, уже в очередь стали на лифт. Да, смотрите, еще вот здесь вот надписи есть. И мы стоим уже в очередь в лифт. Урт Рашид, 79. Ой, Рашид, ДБ на лифт. 79. Приятно. Так, сейчас уже будем стоять и заходить в лифт. И все. Четыре такое? Ну, наверное, из-за того, что происходит в мире, всего лишь четыре. Не, ну это хорошо, в принципе. Можно будет их снимать. И остаться, ну скажем так, без проблем. Из-за чего у нас масочки? Все, мы заходим в лифт. Вот такой вот лифт. Да. Еще заходят с нами несколько человек. Так, я не знаю. Сейчас мы поедем. Каждому. Отвели место, смотрите, как мы встали здесь. А все. И по идее он сейчас должен будет очень быстро лететь. Просто як мы должны сейчас взлететь, чтобы это все увидеть. А сейчас нет, вот сюда, вот смотри. Скорость, я и хотела, чтобы мы так стали. Скоростушка. Скоростушка большая такая. Боя богу, чтобы вам было. Вот в парк, через который мы пришли. И через, оба шли. Да, оба шли. Мы еще не были ходить. Мы очень надеемся, что я попадем. Прошли раз не попали, потому что нам сказали, что платные. Какую-то карту с нас требовали. Карту Дубая. Ну, столько произведений. Слушай, а какой переход сделали пешеходный? Такого не было сейчас. Да, слушай. Это же вон Гу-Гу мы там были. Там индийский ресторанчик. Вон индийский станция метро. Там первый Ситимакс наш отель. В общем, в Дубае мы совсем неплохо знаем. Да, вообще. А вот это новейший дом. Представите, куда мы взлетаем просто. Это еще и не такой вот Кайф. Сейчас Кайф будет, когда мы по стеклянному полу бродемся. Наташа, как-то по стеклянному полу пойти. Сейчас Наташа не боится. Ну, сейчас посмотрим. Я боюсь, честно, я боюсь. Друг возраст дает свою. Все, ну пошли, ребята. Мы на самом верху великолепной дубайской рамки. Сейчас нам расскажут правила, чтобы мы не прыгали. Девочка в центре ее держит. Она боится, но стоит ее фотографировать. Я за руки держу. Все, ее отпустили. Ее удалось фотать. Интересно. Она убежит сейчас? Просто человека за руки тянули. Сейчас я так же буду, наверное. Вот молодой человек рассказывает нам про этот объект. Ну, мы, как бы, в принципе, много знаем всего. С одной стороны будет новый Дубай. Не поскребай, с другой старый Дубай. Сейчас вам это все покажем. Вот и пошли. Ох ты, елки-палки. Что-то мне страшно. Елки-палки. Страшно? Страшно, Аташ? Страшно? Чего-то да. Так, нет. Мы пойдем. Мы пойдем. Класс. Ой, а что она закружилась? А вот сама золотая рамка. Так, народ исправил. Здесь нельзя присаживаться, ложиться. Оп, закрылось. Оно открывается. Оп, открылось. Представляете, вы идете, оно открывается и закрывается. А кстати, ты сказала, что он говорит и на русском, на английском, еще на каком. Вот, поэтому если не знаете... Сейчас мы еще посмотрим, а сейчас идем смотреть. Кажется... А, это справа. Это... Старый Дубай. Смотрите, народ. Старый Дубай. Смотрите, какие домики. Низенькие, да? Небоскребов практически нет. Есть высокие дома, но небоскребов нету. Сейчас увеличу вам. Вот он. Вот такие развязочки строят. Класс. Сейчас давай пройдем чуть-чуть. Я, может быть, позаглядываю. И посмотрим, реально старый Дубай. Вот он какой. Там автобусная станция. Смотри, сделали, вот я не знаю, была ли она. Мечеть. Выше, выше, выше. Вот. Ага, позади мечети. Виде автобусы стоят. Так, народ. Ну что ж, а теперь идем посмотрим. Идем посмотрим в настоящее. Снова перейдем через... Ох ты, елки-палки. Ох ты, елки-палки. Перейдем посмотрим в новый Дубай. Ну вот он, новый Дубай. Мега небоскребы. Борщ Халифа на переднем плане. И до сих пор он строится. Вот новый современный Дубай. С его даже современными мега-дорогами, мега-трассами. Там дворец какой-то. И вон, кстати, шейх Азайда. Фотография. Дворец какой-то. Идем посмотрим. Красиво сделано. Просто отвожу камеру от людей, местных, чтобы не жаловались. Идем, какой-то ничего себе. Ты видишь? Сейчас я все покажу. Не надо спешить. Мы все посмотрим. А это Гоу-гарден, что ли? Да, Гоу-гарден. Гоу-гарден тоже очень прикольный парк. Там есть динозавры огромные, настоящие. И все фигуры там в иллюминации. Так, это у нас что такое? Я не помню. Какие-то там стороны света. Что-то вот такое вот, кстати. Ой, не помню про это, честно. Там, где дворец? Вон, вон дворец. Похоже, что он такой сооружений грандиозный. И дальше, вот посмотрю, уходит. Прямо комплекс какой-то. В одном стиле. Сейчас еще походим, посмотрим. Ну, а сейчас вернемся, вернемся к полу. Так, сейчас он закрыт, и раз он открылся. Прикольно, да? Ты стоишь, просто чувствуешь, и сейчас улетишь. Я запрещаю с ним, только может, смотри, страшно, страшно, страшно. Да давай, давай, мне уже не страшно. Не, ну, как-то все равно. Ну, просто я... Стой, 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 раз открылась, класс. Оно закрывается, открывает, это пугает. Типа, мы стоим, ничего нету. А потом, как раз, открылась, и человек реально и пугается. Сейчас, подождите, ну, откроется же сейчас. А, я должна начать двигаться, наверное. Ну, есть, открылась. Вот это да, это страшно. У меня что-то сердце начало биться силой. Открывайте, 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 уж хочется посмотреть. Вот так вот. Вот такие фокусы, друзья мои. Стою на этом, стою и не боюсь уже. Закрылась. Наташ, ну как? Классно. Сначала сердце биться. Но страшновато, страшновато. А я хочу подойти, чтобы посмотреть именно бок, вот этот вот столб аркинг, бок такой вот этот вот. Сейчас он откроется, я хочу посмотреть. А, не видно, из-за трубы здесь плоховато. Что, что такое? Ну, именно основание. Столб такой, что вот он, может, видно будет. Ну, реально золото выходит, народ, реально золото. Так, идем еще раз, посмотрим на старый город. Ну, конечно, понятное дело, народ, что не такой уже он старый. Что уже дома все подчинены. Что много современных высоких зданий. Вон стадион даже есть. Кстати, не знаю, кто на этом стадионе играет. Большой, красивый стадион. Вот. Стадион есть, развязки есть. Конечно, напоминает уже современный такой город. Но, если вам эту фотку показать, вы не скажете, что это Дубай, правда? Ну, не похоже на Дубай. Да, здесь мы еще в Дейрус есть, и вы тоже увидите. Удивитесь, это старый Дубай, он красивый. Кстати, еще музей этих запахов открыт. Аромат. Мы очень надеемся, что попадем туда. Очень надеемся. Я уже не забыла, вкусно. Так, снова надо посмотреть. Теперь уже на новый Дубай. Дубай. Красота и машины. Какой звук вы слышите, да? Это девочка, малышка вертела. Игрушка. Да. Колесо здесь. Сейчас покажу вам это. Это сувенир. Это не просто колесо. Четыре новые. А, сам себе делай это. Сувенир. Сам себе сделай сувенир. А сколько это стоит 10 А и Д? Если Дирхан, давай сделаем. Да, ну, значит. А мы еще все десятки оставили. Мы оставили уборщику все десятки. Так что, ладно, мы не сделаем себе сувенир. Жалко. Ну, ничего, в другой раз. Возможно, в третий раз вернемся. Ну, как, народ, как вы относитесь вот к такому прикольному доску? Такое классное достопримечательность. Она будет туда спуститься обязательно. Что ж-то такое. Нету, что по краям спетра. Ах, нет, не обсерватор. Ну, что-то такое. Я хочу еще раз пройтись, народ. Еще раз пройдусь. Еще раз встану. Просто захватывает. Просто дыхание захватывает. Вот такая красота здесь, народ. Вот такая красота. Все стоят, все делают фотки. Просто классно. Некоторые люди долго решаются, а потом идут. Закрылась. Пишите в комментах обязательно, если были в Дубае, были ли вы на этой арке. Если нет, рекомендую пойти. А кто не был, ну, вот, мы вам показываем. Смотрите, народ, есть сувениры еще есть. Что у нас тут такое? Дубая, что это такое? Это бурж халифа, типа. Непонятное что-то. А, песок типа пересыпается. А ну, покажи, а ну. Они вверх ногами. А теперь будут в песке. Сколько такая штучка стоит? Пятьдесят восемь дирхам. Пятьдесят восемь дирхам. Ну и что, очень дорого. Магнитики есть. Почем? По девять. Магнитики симпатичные. Что я могу сказать? Вот магнитик. Симпотный. По девять мне даже все дурные. Вот. Атлантиз, Атайф, Дубай. Нет, девять. Цены для Дубая вообще еще очень даже адекватные. Ручки есть, наборы какие-то всякие. А вот президент Эмиратов и первый сын шейха Зайда, шейх Халифа. Это фотографии делают люди. А, там делать фотографии, но за деньги. У нас просто попросили снять маски, стать на таком зеленом фоне, чтобы мы типа сидим там на башне сделать. Но, наверное, стоит пречь. Нам не надо. В общем, потом еще здесь есть музей будущего, по крайней мере, он был. Надеюсь, что мы еще его покажем. Так, парень же сказал на входе, что дальше вас ждет экскурсия вот здесь. Все отлично. Кстати, народ, вот здесь вот есть кофеек еще. Прям на высоте, если вы кофе захотите. Вот. Цена нормальная. В принципе, американо 24, капучино 25, эспрессо 19. То есть от и до. Даже если ледяной кофе, холодный, точнее, все цены смотрите, перевожу с дирхам. Сладенькая. Доллары, сладкие, кроссант 17, есть 20, 15. То есть от 12, какой-то мелан бан. Должно быть вкусно, потому что это дынный какой-то бан. Ну, все-таки цены нормальные. Какой-то после на высоте пить хочешь. Вода 8, да нет, я так скажу, 8 дирхам. Ого. Вода 8 от приличной. Это больше 2 долларов чуть-чуть. Ну, это вкусная вода. Ну, можно его за пару дирхамов купить. В любом море, да, Наташа? Смотрите, человек боится, реально. Ну, да. Она уже боится? Да, это девочка больше. Она уже, да. Она здесь боится. Короче, пожелаю ей смелость. Ой, слушай, реально как-то голову. Слушай, а что хочу сказать? А вот твои впечатления? Вот арка Дубай? Твои впечатления? Дубай Флейм или обзорная на Дубай Гуршка Лимит? Ну, здесь, конечно, круче, круче. Вот и мне круче. Ну, даже, не, реально, поделитесь в Эфире, но по впечатлениям, по эмоциям здесь интереснее. Потому что там, мы честно, как, знаешь, не то, что, ну, стыдно признаться, что вы потратили столько денег. Зачем столько? Там единственное, что... Не, я не это, я планировала. Не жалею, да? Не, я не жалею абсолютно. Но просто там, что неудобно, там мы были в Бангбоке, мы даже жили в этом отеле, в Байоке Скай, и там вот раунд, ты проходишь, целый круг, у тебя открыто все это, она еще есть. А там где-то четверть показана, или 1 восьмая. Маловато, да. То есть, вышел, посмотрел только на одну сторону. И так, ну, Бурж-Халифа, конечно, самое высокое здание в мире, в принципе, его посетить надо, если есть деньги. Но тогда стоило, что 100 долларов, по-моему, сейчас я вчера видела. Подешевле? Подешевле. До двухсот даже. Так что, народ, ну, решать вам за месяцами все денег. У меня друзья из Дубая приехали, сказали, посмотрели сами, сказали, нет, мы лучше купим сувениров на такие деньги, возможно, они были правы. По эмоциям здесь интереснее, по эмоциям здесь интереснее, реально, и, ну, не знаю, мне там одно понравилось, лифт, поднимался лифт, и это музыка, это лифт, черный свет, поднялся, что укачать можно. Да, а здесь, конечно, классно. Здесь под низом такая красота, ты смотришь, внизу еще можно, может, их продлить по парку. Опять-то, вот она, дубая. Открылась, закрылась. Здесь нравится, реально. Так, за 44 дирхам, а за 50 дирхам, вот такое, вот такое, народ. И запах приятный, такой приятный запах, ароматизатор какой-то идет, вообще, вообще классно, очень классно. Вот, Наташа нашла еще одну здесь интересность такую, чистая энергия Дубая, энергетика, да, это солнечные батареи пока. И что-то Филипс, и Дубай, муниципалитет Дубая, что-то Ашуни. Короче, народ, кто знает английский, переводитель. Эффективную лампу сделали. Создана была эффективная лампочка. А идем в другую. А дистанция 2 метра. Хорошо. Вода 25%, наверное, изменится вообще инфраструктура Дубая. Представляете, вы такого? Тут они много строят, если изменится, я верю, что оно классно изменится. Это что, гиперлок будет, посмотрите, полетел, да? Да, я уверена, да. Там еще одна есть. Так, а что здесь мы сгодим? А здесь конфетки, шоколадки. Захотели конфетку на высоте? Пожалуйста. 23 дирхамы, 35. А что, это милк чоплый? Ну, я чуть-чуть цены еще адекватные, что я вам могу сказать. Ну, это мы уже другой киоск, смотрим, вы поняли, да? А напитки здесь дешевле. Ну, смотри, в принципе, адекватные цены. А там по 24 были. Здесь можно посетить, скорее всего, постоять. Вот это вот пенаты, вкусные, орешки, не знаю. А мне очень нравится. Надо узнать, что это. Я даже не знаю, куки с печеньком уже 12. Надо, наверное, у бармена спросить. Все, если Наташа хочет печенька, то уже все, ее не остановить. А как много куки и пекан? 12. 12. Будешь? Да, я хочу. А кофе будешь? Хочу. Так, народ. Я хочу капучино. Если можно, пожалуйста. Капучино и вот этот вот с пеканом, если он тут недавно лежит. Ну, сейчас узнаем, как вы думаете, народ. Я не думаю, что он здесь задерживается. Подожди, а мне что будет? А мне эспрессо. А что, ватку не хочешь? Не, не хочу. Ну, давай, там пирожное я не буду, наверное. Так, давай, заказывай. Ну, вот капучино, эспрессо и куки из пеканка. А, нет, потому что неправильно говорю, куки или куки? Куки с печеньком. А куки это то, что вот это вот файлы, когда открываешь, там много куки, да? Куки надо чистить кэш потом после куки. На меня парить, понял. Мальчик будет нам кофеек делать, попьем кофеек. Пошли, посмотрим, капучино мне будет. Пошли, 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 он как делает. Там, кто-то может. Наташа контролирует, как мальчик делает капучинку. Я люблю, когда готовится, смотреть. Я не буду утомлять уже. Ну, хорошо. Уже, попьем. Я думала, это... Представляете, на мальчик дает два печенька, а Наташа говорит одно. Одно мне много, а он говорит, одно входит. Один из фри. Слушай, а может кофе уан из фри, мне интересно? Что подумаешь, что мы выпрашиваем что-то? Прорекламируем, видите, какая. Прорекламируем, какая салфетка годила. Все годила здесь, и цена довольно-таки лояльная. Я более того скажу, это 15 дирхам, это дешево. Давай пеканчик покушай. Вкусный? Ну, отлично. Можно масочку приспустить, и кафешка очень популярная. А вот другая, так подороже. Так что все, нам приятного пути. Я думала, никто не покупает, а потом думала, ну как же они будут стоять, если никто не покупает. Ну, вкусно. Класс. Это даже не вся на печенье. Кофе по пире, мы довольны. Что-то еще Наташа нашла здесь. Дубай урбанистический. Ну да, что из Дубая понадобилось. А что, что-то думаешь, работает? Не знаю. Не, она вряд ли. Да, работает. Смотри, вон, полосу мы сделали. Вот, смотри. Это я пальцами делаю. Ух ты! Это Наташа пальцами делает. Это вообще что такое? Фантастика. Это, видимо, сейчас дети делали. Представляешь, это дети разобрались. Не знаю, но прикольно. Ну, короче, Дубай не перестает удивлять нас, друзья. Красота.